Зарплаты и какие-то льготы начинают выплачиваться не обычными рублями, а цифровой CBDC. И никто не сказал родителям, пенсионерам, что цифру рубль нельзя обналичить. Это прописано в законе о цифровом рубле. Нельзя копить, получать доход, вкладывать в какие-то инвестиции. Покупать в каких супермаркетах принимают цифры рубли? Как это вообще? Что? Никто об этом ничего не знает. А уже зарплата придет в них? По нашему личному желанию мы можем не подписывать этот договор. Предложили на основании этого исследования создать всероссийскую единую систему родительского контроля. В отношении подразительной информации обязаюсь проинформировать образовательное учреждение, либо по телефону доверия МВД России для дальнейших мер реагирования. То есть настучать на своего ребенка в МВД. Да, настучать на своего ребенка в МВД. Дорогие друзья, как всегда, я рада приветствовать на моем канале всех наших единомышленников. Сегодня мы с моей уже частой гостьей, моей хорошей подругой Ириной Жильцовой, членом союза родителей вместе из Оречного и из Пензенской области, решили обсудить очень важные аспекты нового года. Новый год начался у нас с вами в России под эгидой года семьи. Это здорово, на самом деле, без приукрас, то есть уже без иронии. Это здорово, потому что на самом деле мы взрослые люди все и прекрасно понимаем, насколько важно вообще детство для наших детей, насколько важна забота о наших детях, насколько важно вообще правильно растить новое поколение с правильными ценностями, насколько важны школы, насколько важен педагог и учитель. То есть все эти аспекты мы обсуждали не раз, и мы понимаем, насколько вообще для нас с вами это важно. Но мы бы хотели все-таки пройтись именно по тем новым указам и тому новому законодательству, которое сейчас уже подписано, уже издано, для того, чтобы не только обезопасить и придать ваше внимание, наше всеобщее внимание некоторым аспектам, насчет которых можно все-таки сомневаться в их правильности, в их корректности. Но и для того, чтобы направить траекторию нового года, 2024 года семьи, все-таки в правильное направление, в направление, где действительно нашим детям будет хорошо. Есть ли что-то хорошее в том, что детей тянут в такое очень своеобразное будущее, где цифра будет чуть ли не управлять нашими детьми? Здесь мы ставим жирный знак вопроса, я бы сказала. Вот я сейчас передам слово Ирине, и она конкретно уже по факту расскажет нам о новых законах, которые меня достаточно шокировали. Ирина, пожалуйста, тебе слово. Да, добрый день, дорогие друзья. Мы прекрасно понимаем, что подготовкой к году семьи 2024 года в России стал 2023 год, когда взяли курсы на педагога и наставника. И вот здесь ушедший год нас поразил своими результатами. Во-первых, он закончился огромным рекордным дефицитом педагогов из-за низкой оплаты труда. И несмотря на это, например, только 900 миллионов было потрачено для закупки флагов в школу, в воспитании патриотизма у наших детях. И вот здесь мы опять слышим обещание, что наш президент перепоручил правительству все-таки увеличить зарплаты учителям и снять лишнюю загрузку. То, на что ему якобы жаловались учителя. А как будет сниматься нагрузка? Вот мы ранее с тобой, Катя, тоже обсуждали, да? То есть говорят о том, что будет каждому ученику представлен искусственный интеллект вести его индивидуальную траекторию. И проверку домашних заданий хотят перепоручить искусственному интеллекту. Вот этим отметился 2023 год. И вывод мы делаем на будущее, что к 2030 году будет реализован план образования 2030, где говорится, что ученики и учителя, по сути, должны умереть в привычном нам формате. Это вот результат был педагога и наставник года. Вот те новости, которые тебя поразили, да? Начнем, например, с первой. У нас президент Владимир Владимирович подписал указ о мерах поддержки многодетных семей. Вот вроде бы там ничего нового я не увидела. То есть я не увидела каких-то дополнительных благ, каких-то там плюшек для семей. Все те, то же самое, бесплатный проезд, бесплатное питание деткам в школе, до шести лет бесплатные лекарства, льготы по оплате жилья и там бесплатные парки и, возможно, встать на программу улучшения жилищных условий. Но под все, под это старое, подводят создание банка данных по многодетным семьям. То есть у нас вот этого не было, а теперь будет. И все вот это рекламируется с определенными картинками у нас на сайтах. Нарисованы мужчина, женщина, дети как будто вырезаны из бумаги, они держат их за руки, и все это на фоне денег. То есть не из бумаги, а из денег сделаны дети. То есть якобы чем больше детей, тем больше у вас будет денег. Но почему-то вокруг этой семейной пары летают цифровые рубли. И тут мы вспомнили... Я вставлю фотографию специально, чтобы люди могли понять, о чем ты говоришь. Да, то есть сразу так я даже не поняла и не заметила. Там реально эти символы цифр рублей. И что мы поняли? В конце 2023 года началась подготовка к году семьи. Почему? Потому что с марта 2024 года 30% зарплаты будут платить цифрорублями бюджетникам. Это уже бюджетникам пока неофициально озвучили. Подожди, Ирина, секунду, секунду, секунду. То есть мы уже говорим о том, что зарплаты и какие-то льготы начинают выплачиваться не обычными рублями, а цифровой CBDC. То есть именно теми самыми цифровыми монетами, которые вот сейчас, о которых так много говорилось, то есть это уже в тестовом режиме начинают выплачивать в 2024 году. Абсолютно точно. А людей проинформировали о том, как ими пользоваться, где можно их обналичивать, где можно покупать, в каких супермаркетах принимают цифрорублей. Как это вообще? Что? Никто об этом ничего не знает. А уже зарплата придет в них? Более того, риски, как обычно, не проговорили людям. Вот представляете, Сюланов в конце 2023 года официально заявляет, что правительство России в 2024 году переводит на цифровые рубли часть расходов бюджета. Вот эта часть расходов бюджета 15,9 триллионов рублей на различные соцвыплаты. То есть они выбрали самые независимые категории. Пенсионеры, выплаты на детей, пособия, материнский капитал. И все это у нас привязывается к году семье. И никто не сказал родителям, пенсионерам, что цифру рубль нельзя обналичить. Это прописано в законе о цифровом рубле. Можно только оплатить покупку. Нельзя копить, получать доход, вкладывать в какие-то инвестиции. Самое интересное, цифровой банк, который является хозяином цифры рубля, он может определить максимальную сумму, которую вы можете потратить. Он может вам отказать в переводе и в какой-то покупке. Он определяет правила пользования этим электронным кошельком в одностороннем порядке. Может в одностороннем порядке менять правила использования этого кошелька. Вот это людям не говорится. Но самое главное, что людям у нас не говорится, что в этот капкан, я считаю, мы попасть только добровольно. Нам не говорят, что кошелек оформляется через договор. То есть по нашему личному желанию мы можем не подписывать этот договор. Вот всё вот это умалчивается. И получается, под этот цифровой рубль попадают абсолютно, я считаю, незащищённые, самые уязвимые категории. Это многодетные семьи и пенсионеры у нас в стране. Вот что мы смогли найти по этой теме. И на этом как бы оцифровка не оканчивается. Дальше взяли исследование Альянса и рассмотрели в Госдуме. Это, скажем так, предприятие говорит о том, что в последнее время 96% подростков сталкиваются с различными видами цифровых угроз. И вот как раз в Госдуму предложили на основании этого исследования создать всероссийскую единую систему родительского контроля. И говорится о том, что вот эта вот система будет интегрирована с основными нашими русскими площадками, такие как ВКонтакте, ВК, Плей, Рутуб, Дзен и другие, а также именно российские браузеры. Яндекс.Браузер, Спутник, Атом. Вот здесь, я считаю, намёк на будущее, что будет ориентир на суверенный Рунет. Вот здесь прям конкретный такой намёк на это. И задумка, как вот эта система родительского контроля будет работать. Ваш ребёнок сидит в интернете. Искусственный интеллект фиксирует данные об активности ребёнка, по-другому мы им называем цифровой след ребёнка, и предоставляет их родителю. Но внимание где? На госуслугах. То есть все данные о человеке через витрины данных, про которые мы ранее тоже говорили, накапливаются на госуслуг. Теперь и вот этот вот цифровой след туда как бы добавляется. И вы поймите, что на этих госуслугах не только родители будут это контролировать. Вот все создатели, все заказчики вот этих госуслуг будут иметь доступ к этим данным. Чем думает ваш ребёнок, чем живёт ваш ребёнок и так далее, и тому подобное. И вот здесь у нас вопрос, как у родителей, почему идут по пути контроля, а не цензуры. То есть получается, мы технологически созрели для того, чтобы создать собственный рунет. Есть ресурсы на это. А ввести цензуру у нас, скорее всего, может быть, не то, что нет возможности, а нет желания. Почему? Потому что те же самые алгоритмы ВКонтакте у нас очень жёстко работают. Там очень жёстко выстроена цензура в том же самом ВКонтакте. Основа есть, пожалуйста, алгоритмы разработаны. И вот здесь, допустим, мы как родители два года жаловались на такую группу «Синий кит», которая детей подводила к суициду. И у нас не получалось её заблокировать. Два года мы пытались, жаловались. И спустя вот это время её всё-таки заблокировали. Но тут же появилась новая игра, новый путь, новые хэштеги, тихий лес, сова никогда не спит и так далее. И по тому же самому алгоритму, как в «Синем ките», детей стали, скажем так, сподвигать к суицидам. И никто это не блокировал. Более того, если вы зайдёте ВКонтакте, вы можете вбить всякие развращённые группы. И у вас они валом выйдут 100 тысяч подписчиков, 200 тысяч подписчиков. Почему-то никто это не блокирует. Я думаю, что чисто технически это несложно было бы настроить. Извини, я тебя перебью. Извини, я тебя перебью. Это абсолютно несложно. И это абсолютно возможно. И мы это видим даже на примере Ютуба. На Ютубе нет вообще порно-контента. Нет вообще ничего похожего даже на тот кошмар, который творится на других площадках. То есть Ютуб очень цензурированная, ограниченная площадка, где детям можно спокойно давать смотреть видосы, зная, что ребёнок не откроет никакой порно-сайт, не увидит ничего склоняющего к суициду, потому что именно Ютуб настроил правильно именно эти алгоритмы. Да, у Ютуба есть и другие цензурированные моменты, которые хотелось бы, чтобы наоборот были послаблены. Но это уже решение компании. Но если говорить о возможности ограничить именно суицидальный порно-контент и так далее, развращающий, это очень легко сделать. Видимо, просто кому-то невыгодно это делать. Невыгодно и не нужно. Наоборот, нужно, чтобы этот контент был, чтобы заманивать этим контентом как раз на эту площадку. Понимаешь? И потом на этой площадке создавать различные, как они называются, сферумы, не сферумы, вот все вот эти площадки, куда уже детей сажать в обязательном порядке для школы, да, чтобы создавать вот этот самый контроль, вот эту систему глобального контроля, именно изначально заманивая вот таким контентом. Понимаешь? Это на самом деле огромная боль на данный момент родителей, тех, кто видит, к чему это идет. И у нас действительно есть подтверждение, как тут твоим словам, да. То есть у нас сейчас школа загоняет буквально из-под палки родителей детей на вот эти все грязные ресурсы. И говорит о том, что вы обязаны регистрироваться на вот этом сфере, на площадке ВКонтакте. А ВКонтакте он пестрит буквально детской порнографией и суицидом. И сделали записью с экрана, где просто в поисковик сферума, когда мы вошли внутрь под аккаунтом родителя, ребенка, неважно под кем, вбиваем просто порно, там выходит куча групп со 100 тысяч подписчиков. Вбиваем суицид, выходит куча групп на выбор. Они просто буквально пестрит вот этот вот сферум, вот этой вот грязью. Подожди, извини меня. Сферум – это площадка для школьного образования цифрового, да. Вот это вот цифровая площадка, куда дети должны якобы записываться, чтобы обучаться сегодня в школе. Правильно или нет? Вот есть главный девиз у сферума – обучайтесь в учебном профиле сферумом. Так, а каким образом… Где вы там нарыли этот запрещенный контент в этом сферуме? Каким образом, я не поняла? Объясни поподробнее. Там есть функция поисковика в сферуме. И вот когда ты про… Ну, вот как ты заходишь в браузер, то же самое. В этом браузере… То есть там есть браузер практически внутренний какой-то или что? Внутренний какой-то поисковик. И вот там ты просто выбиваешь, у тебя выходят все вот эти группы. Почему группы? Потому что это мессенджер для общения с сферумом. И вот там уже наделаны вот эти вот чаты. Я думаю, что они просто были перенесены автоматически из ВКонтакта. Там даже ничего создавать не нужно было. Хорошо. Да, и более того, аккаунты детей взламывают, и в личку детям пишут разные всякие дяди. И вот я хотела бы зачитать тот шок, который испытала мама. В сферуме зарегистрировала вместо детей 10-12-6 лет сама мама. Ее кабинет взломали ровно через неделю, и какой-то мужик начал ей присылать обнаженные фотографии и просил у нее такие же фоточки. А семья глубоко верующая мусульманин. От отца семейства вскрыли этот факт. Женщина испугалась и не знает, что теперь делать. И школе хочет угодить, и муж боится. Это вот вопрос к тому, да, а кого родители защищают. У нас, получается, на чаше весов есть учители, его зарплата и работа, которые требуют с нас регистрации стопроцентной. И есть на чаше весов наш ребенок и его психологическое здоровье, нашего ребенка. Вот у меня вопрос к родителям, к бабушкам, к дедушкам. Что вы выберете? Ну, я, понятное дело, что я выбираю ребенка. Он мне дороже. И получается, какой можно сделать вывод, что с семи лет в сферуме наши дети могут обучиться абсолютно всему. Никакого запрета, никакой цензуры там нет. И это еще более странно выглядит на фоне того, что хотят ввести родительский контроль. Но с конца 2023 года нам стали поступать из разных регионов тревожные звонки. В каком плане? Что хотят ввести на самом деле контроль через учителей и родителей. И вот, например, школьники из Саратова нам записывали видео, где учитель на уроке сказала, что их школа теперь обязана контролировать их смартфоны, буквально прям проверять на наличие опасного контента. И соцсети учеников. Если родители не согласны, то должны написать заявление на имя директора и должны будут лично контролировать своих детей. Вот в той школе родители отказались вообще что-либо подписывать. Я считаю, это был правильный поступок. Далее к нам из Самарской области прислали прям документ. Я тоже попрошу его разместить, что это не выдумка. Официальная памятка. Памятка, она просто буквально как капкан. Почему? Потому что в этой памятке сначала родителям объясняется, что по статье 63-го семейного кодекса он обязан следить и отвечать за своего ребёнка, приводится в психологический приём, как нужно общаться с ребёнком и узнавать, чем он занимается и живёт в интернете. А потом он должен подписать, что я такой-то такой. С статьей 63-й семейного кодекса ознакомлен. Внимание, обязаюсь контролировать социальные сети мессенджера, мобильного телефона своего несовершеннолетнего ребёнка, такого-то обучающейся школы. И ещё интереснее. При обнаружении подразительной информации обязаюсь проинформировать образовательное учреждение либо по телефону доверия МВД России для дальнейших мер реагирования. То есть настучать на своего ребёнка в МВД. Да, настучать на своего ребёнка в МВД. Когда вот эта новость вышла у нас на канале, Катя, ты сделала репост, у тебя подписчики не поняли, и они стали спрашивать, может быть, наоборот, это ребёнок должен настучать на учитель? Нет, друзья, именно так. Именно так родитель подписался, не глядя о том, что он обязан теперь стучать на своего ребёнка в МВД. Или в школу. Вот в чём суть, вот я так поняла, вот в чём суть будет заключаться родительского контроля. А дальше мы ещё интереснее нашли цепочку. К сожалению, по моему мнению, наша Пензенская область опять попала под экспериментальную площадку. Наравне с другими четырьмя регионами у нас будет вводиться автоматизированная информационная система профилактика. Это всероссийская межведомственная система. Сейчас бьётся именно на то, что всё делается всероссийская и межведомственная. Это для того, чтобы данные в режиме онлайн поступали в любую область и в любую структуру. Вот в данном случае вот эта профилактика настроена на то, чтобы присваивать детям статус беспризорности и выявлять, скажем так, градации его преступлений. И вот когда родитель, получается, будет стучать на своего ребёнка, школа, я так понимаю, должна открыть вот эту профилактику и внести туда данные. Вот здесь, например, личная карточка ребёнка. Что она будет включать в этой профилактике? Общие сведения родителей, учёба, дополнительная занятость, употребление наркотических веществ, психотропных веществ, алкоголь, безнадзорность, жестокое обращение, самовольные уходы, конфликт с законом, ведомственный учёт, профилактическая работа, сведения, внимание, медицинских организаций, сведения медицинских организаций в том числе. То есть по прививкам мы помним, как вот в Екатеринбурге прошедшего года тоже предлагали стучать в органы КДН на родителей, что те лишают своих детей, скажем так, вот этих вот уколов. Хотя мы знаем, что по 323 ФСЗ у нас всё добровольно в России. Ну, как всегда. Вот собрали сведения на ребёнка, собрали сведения на родителя. На родителя будет собираться сведения состав семьи, занятость, правонарушение. А на карточке, в карточку семьи будет помещаться сведения о родителях, сведения о несовершеннолетних, условия проживания, оценка семьи, то есть это вот какой-то балл будет, да, выставляться всей семье уже. И профилактическая работа мер социальной поддержки. Вот то, что родители у нас в начале года заполняют, вот эти анкеты условий проживания, самовольно, сколько комнат, какие квадраты, есть ли отдельное место, вот всё теперь будет сюда заноситься и автоматически попадать в КДН. Вот такой эксперимент будет проводиться у нас в Пенской области. Я думаю, какая-то логическая цепочка будет понятна со стороны. Вот, и получается, что у нас, с одной стороны, как бы дети защищены законом, есть 436-й федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. В общем, там, ну, градация идёт как бы по возрастам, да, там вот до шести лет никаких там смертей, катастроф, несчастных случаев не должно быть до 12 лет. Внимание, до 12 лет не имеет право ребёнок подвергаться информации о болезни, о продолжительном повествовании болезни, о последствиях несчастных случаев, любых сексуальных образов и поведения до 12. И вот до 16 лет никакой жестокости курения, алкоголя и сексуальных действий. То есть закон есть, а почему его нельзя применить, тем той же самой цензурой мы не понимаем. Вернее, мы понимаем, я бы сказала. То есть люди осознанные прекрасно понимают, что на самом деле, если копнуть, то создаётся впечатление, что защищать детей никому особо не интересно, а интересно просто согнать их уже с детства и приучить их к контролю тотальному, к цифровому концлагерю, где просто в их умы, в их чувства будут влазить, и всё это будет постоянно на контроле. И дети будут расти уже как бы приучены к этому. То есть вместо того, чтобы действительно создать вот такие свободные площадки, где дети будут развиваться, заниматься, я не знаю, творчеством, чем угодно, без риска постоянно натыкаться на запрещённый контент, вместо того, чтобы создать такие платформы, создаются платформы, где запрещённого контента пруд-пруди, и можно, и куча педофилов, и чего только нет, но зато дети на тотальном контроле всех их мыслей, всех чувств, всех интересов, всё учитывается в какую-то, значит, тетрадочку. Ну вот мы пришли в этот мир. И что делать? Ну как ты видишь, да, то есть что мы можем сделать сегодня, как ты считаешь? Ну вот в первую очередь нам нужно отслеживать новости неподдельности, не каким-то краем уха что-то услышать в телевизоре, а нужно садиться и разбираться, к чему ведут вот эти все логические цепочки. Вот примерно такую аналитику по детям даём мы полностью на своём канале. Если у вас нет времени, и вы можете выделить хотя бы 10-15 минут, просмотрев нашу ленту каждый день, вы поймёте всю вот эту систему, как она выстраивается и к чему нас ведут. И далее, когда вы придёте на родительские собрания, вам будут давать вот эти всякие бумаги на подпись, вы их возьмёте, прочитайте, не станете сразу подписывать, хотя бы посоветуйтесь друг с другом. Ни в коем случае нельзя сейчас просто так что-либо подписывать. И далее вы можете уже действовать в рамках закона. Да, по закону у нас дети абсолютно защищены. Даже если брать рамку школы, в школе ребёнок именно может быть защищён родителям. То есть там нет коллективной ответственности, есть индивидуальная ответственность родителей ребёнка. Вот в целях интереса защиты своего ребёнка вы можете смело действовать. И нельзя ни в коем случае молчать. Вот те родители, которые нам присылают вот такие заявления, мы их публикуем и предупреждаем, что вот такое может быть. И объясняем, что такие-то подводные камни, такие-то отрицательные последствия, вот на такие-то статьи законов вы, пожалуйста, опирайтесь. То есть если каждый начнёт думать, вникать, делиться с тем, что у вас происходит, мы через сарафанное радио это всё быстро разнесём. Почему через сарафанное радио? Потому что никто вам в СМИ и в телевидении не будет это разжёвывать и объяснять. Вам выдадут какую-то вырезку отдельную и преподнесут как благо. Вот это вот. По сути, вот мы стали с мужем просто рассуждать на вот эту вот тему родительского контроля. Он говорит, ну, в принципе, и вот этот родительский контроль, и профилактика, они применимы к хулиганам, которые у нас сейчас разводятся в школе. Вот именно дети, да, агрессивные. Да, это было бы здорово. Но почему тогда, если таких детей, допустим, 1%, почему это должны применять на всех 100% детях? Зачем? Ну, ответ очевиден, это контроль. И вот здесь у нас ещё Госудума решила порадовать родителям интересной законной инициативой. Они хотят продлить до 16 лет срок, на основании которого, если родитель воспитывает один ребёнка, и работодатель его не может уволить. Раньше это было до 14 лет. Вот у меня вопрос, да, а после 16 лет ребёнку не нужна помощь и защита, если воспитывает один ребёнок? Он перестаёт кушать, ему не нужно одеваться, он не будет ходить в школу. А вот здесь, знаете, какой вопрос, как бы ответ, да, приходит? Вот мы с тобой тоже на последнем интервью говорили о том, что у нас Ольга Васильевна, президент Российской академии образования, предложила сделать сплатный 10-11 класс. И говорит о том, что большинство учеников, 60% после 9 класса, переходит в колледжи. Меньшество остаётся в школах. Извини, пожалуйста, колледжи. Колледжи – это типа ПТУ, да, сейчас считается? Да. ПТУ. И государство говорит о том, что мы поддерживаем стремление в получении учениками среднего специального образования. И дальше. Нам нужны рабочие руки. Нам нужны рабочие руки. То есть... И далее мы смотрим, например, статистику. Вот если вы вобьёте статистику HeadHunter, это один из крупных каналов поиска работы у нас в России, то вы найдёте, что работодатели стали привлекать к работе несовершеннолетних подростков из-за дефицита кадров. То есть вот в прошедшем году это было 42 тысячи вакансий, а в 23-м году это было 14 тысяч вакансий. То есть примерно в три раза за год возросла потребность в трудоустройстве и привлечении подростков к работе. Но какой им нужен персонал? Именно требуется рабочий и обслуживающий. То есть 16 лет нашим детям уже будут прививать вот это, что нужны рабочие, нужна обслуга у нас в стране. Я не говорю, что там, допустим, дети не должны подрабатывать или ещё как-то, но это просто становится массовым. И государство почему-то у нас официально озвучивает, что нам нужны именно рабочие руки. И детей начинают к этому готовить в сознание буквально с первого класса, потому что у нас вводят уроки труда определённые, то есть возвращают профессии с швеи и плотника и другие слесарные дела. И также у нас вводят урок ранней профориентации. Тоже вы назвали красивый билет в будущее, где ребёнок с шестого класса должен уже определиться, кем он будет. Я вот, например, выпустилась после института и не знала, кем я буду. Я не пошла работать по специальности. А у нас вот так вот пытаются, я считаю, как некое программирование наших детей. Ты знаешь, есть ещё вот эта тенденция, как я вижу, тенденция ввести уроки труда, мануального труда, вот швея, плотник, там слесарь. С одной стороны, ну что плохого, да? Всё правильно. Но с другой стороны, когда мы слышим заявление, причём это не единичный случай, а таких заявлений было несколько, и заявлены они были, эти вещи, людьми не последнего, то есть достаточно высокого полёта, да? Заявление о том, что женщине образование в обществе не нужно, я выставляла это и на Телеграм-канале, и на Ютубе, были сделаны заявления серьёзными людьми, что мы, государство, должно выбрать траекторию, где женщина должна рожать уже с 19-20 лет, потому что демография падает, и для того, чтобы женщина с 19-20 лет уже начинала рожать, она не должна идти в ВУЗ. И это говорилось прямым текстом, что высшее образование женщине в обществе, по большому счёту, не нужно, причём те, кто это говорили, имели два высших образования, и занимали какие-то высокие должности, и имели даже учёные степени. Однако же призывали молодых девочек к тому, что высшее образование не нужно, а нужно как можно больше рожать. А вот для того, чтобы к этому подвести, но с другой стороны хоть что-то человеку дать, вводятся уроки труда, где девочка вот уже швея, нафига тебе там какая-то учёба, зачем тебе ВУЗ, ты уже швея, иди рожай, всё, понимаешь? Вот такое ощущение, что подводится к этому. У меня, во всяком случае, сложилось. Ну и сейчас вводится ещё из семьеведения. Вот буквально вчера вышла новая новость, что выделяются отдельные уроки, прям внесены в программу, где детям будут объяснять, как психологически создавать семью, как ухаживать за ребёнком. И у нас комментарии родителей абсолютно оправданные. Мы не уверены в своём будущем вообще. Даже по себе могу сказать, что дальше как бы ещё рожать, но ты реально чувствуешь себя незащищённым, нет никакой стабильности в стране. И вот эти разговоры на уроках, они не снимут вот эту напряжённость у нас, не повысят наши зарплаты, не повысят наше благосостояние у народа. То есть это какие-то странные методы, пытаются реанимировать семью у нас в этом году. Это демагогия, да. А вот ещё я слышала тоже на днях, значит, что же там сказали, что на студентам, учащимся вузов, или даже техникумов, кто решит создать семью, вот 18 лет, да, решит создать семью, им будут выделять комнату в общежитии. Вам комната в общежитии, плодитесь и размножайтесь. Я просто думаю, Господи, ну что же такое-то? Ну и что иноплодят они в этих общежитиях детей? Ну что это будет? Опять вот это вот рост какой-то нищеты и неблагополучия, да? Ну что это такое? И это преподносится как благо, пожалуйста, плодитесь, размножайтесь, молодая семья. Ну что это такое? Я бы не воспользовалась предложением, я могу сказать. Понимаешь, это ужасно, это ужасно, это какой-то смех и грех просто. Ну вот так. Ну да, ты не знаешь, либо смеяться над этим, либо плакать. И у нас-то что, не новая какая-то инициатива, вот реакция одна и та же. И поплакать хочется, и смешно с другой стороны, потому что думаешь, а кто же всё это писал? Да, ну что, в заключение я бы хотела сказать, что в любом случае, мы здесь собираемся не зря, потому что у нас есть ваша организация, это союз родителей, которая уже приобрела масштабы всей страны, это всероссийская организация, у вас много союзников, соратников в разных городах, и в вашей организации также есть адвокаты, юристы, да, поэтому любые проблемы, которые возникают, сомнения, недопонимания, по поводу школы, по поводу поведения учителя, по поводу документов, то есть любые сомнения родителей, они всегда могут быть развеяны с помощью вашей организации, и у вас есть телеграм-канал, у вас есть соцсеть, у вас есть сайт, да, я всё обязательно оставлю под этим видео, для всех родителей, которым нужна помощь, они могут спокойно присоединиться ко всем вашим ресурсам, и всегда, как говорится, им помогут, им что-то посоветуют, это здорово. Мы должны держаться вместе, и спасибо вашей организации, тебе и всем людям, которые вот так, как говорится, с душой подходят к этому делу, и думают о наших детях, о нашем будущем, потому что вы и есть родители, и ваши дети, и наши с вами общие дети, это наше будущее, поэтому будем надеяться, что всё-таки мы отвоюем светлое будущее для наших детей, мы будем бороться за это до конца, и спасибо тебе и вашей организации. Да, спасибо большое. Благодаря вам, дорогие друзья, мы имеем оперативную сводку информации и можем вас предупреждать о всех вот таких вот ситуациях, поэтому пишите, присылайте ваше обращение. Отлично. Спасибо, Ирина. До встречи.